Рада приветствовать вас на своем канале. Это очередное видео для тех, кому примерно 79 лет так же, как мне. Я обожаю все эти цветочные садоводческие дела, и у меня уже есть одно видео, где мы с вами делаем бонсайник своими руками и таким образом экономим себе несколько тысяч рублей, потому что такие вещи в специализированных магазинах стоят гораздо дороже. Это может оказаться приятным развлечением или даже подарком. Сейчас вам покажу, что нам понадобится, но в первую очередь хочу показать свой опыт из первой части видео, где я высаживала растения в бонсайник впервые, и вот что из этого получилось. В общем-то могу теперь уверенно сказать, что растения все прижились, они чувствуют себя неплохо. Вот этот, например, дал даже молодые побеги, если сильно присмотреться. Единственное, что меня, конечно, вот этот немного смущает, но он уже был таким, когда я его пересаживала, потому что кое-какая злостная морда его грызла, даже не будем показывать пальцами. Но кота от этого злостного дела мы отучили, поэтому я не боюсь высаживать сегодня второй. И вот вы как раз можете сравнить, насколько был маленький вот этот вот бонсайник, это кашпо, и я не представляю, как эти растения влезли бы в него, поэтому я, в принципе, заказала побольше и ничуть об этом не пожалела. А этот маленький мы тоже сейчас займем растениями. Какими, я вам покажу чуть попозже, поподробнее. Вот этот, конечно, требует к себе отдельного внимания. Если вы смотрели первую мою часть, а я вам очень рекомендую это сделать, то вы его узнали. Он у меня не влез в это большое кашпо, и я его решила оставить до лучших времен, то бишь до сегодня. И он за это время выпустил мне, посмотрите, вот такую стрелу с соцветием пышным. Здесь просто много-много-много их, и, по-моему, у меня такой впервые, впервые у меня дома цветет какой-то суккулент. В общем, интересное это зрелище. Так, ну с растениями чуть попозже, а сейчас вам покажу то, что нам сегодня понадобится. Опять же, тут многое дублируется из первого видео, но есть уже какие-то заметки, какие-то рабочие лавхаки, о которых я вам расскажу. Ну, во-первых, это та же самая подложка, ведь газетки у нас все с вами по-простому. Ну, делаю я это все на столешнице, на кухне, потому что мне здесь лучше всего позволяет по габаритам это все сделать. Я это потом все хорошенечко сотру, никакой земли, конечно же, у нас на кухне не останется. Ну и к тому же света здесь много, здесь большие, удобные окна. Далее, перчатки. Это не обязательно, но у меня маникюр, длинные ногти. Если у вас маникюра нет, ногти короткие, вам они, в принципе, могут и не понадобиться. Вот этот вот совочек, я его пробовала в предыдущей части видео впервые, и знаете, это просто вещь. Я вам советую разных объемов вот такой вот купить. Я заказывала на Валбересе, могу поделиться своей ссылкой. Кому нужно будет, пишите обязательно в комментарии. Оказалось очень удобно, потому что раньше я все делала своими ручками. А вот это вот очень удобная штука, не только для грунта, но еще и для декоративных камушков. Как вот здесь вот есть слой, кстати, в общем, рекомендую. А вот это вот можно было особенно и не покупать. Точнее, можно купить одну какого-то среднего размера, вот такую небольшую лопаточку. У меня есть набор, опять же, из прошлого видео, где три, по-моему, или даже четыре предмета. Вот я вам скажу, что вот эта вот самая ходовая оказалась. И, в принципе, можно обойтись только этой покупкой. Такую маленькую-маленькую лопаточку. Она оказалась, конечно, рабочей. Ну и самое главное, это у нас наш почвогрунт. Здесь дренаж, самый первый слой. Все то же самое из первого видео. Здесь у меня грунт специализированный для кактусов и суккулентов. Это важно, потому что состав грунта для каждого растения может отличаться. А это у меня цветочный грунт. Сейчас расскажу для чего. Раз уж мы с мамой решили заняться этим грязным делом с землей и так далее, уже решила сделать и другое дело. В общем, хочу я на лето сделать рассаду вот таких петуний совершенно красивых. У меня здесь два вида. Оба махровые, вот такие. И вот такие цветастые. Вот они у меня, эти семена. И будем мы сегодня их высаживать тоже, так сказать, под шумок. Это дело достаточно быстрое. Я не думаю, что много времени займет. Но, чтобы не убирать потом всю грязь дважды. Здесь у меня для этих делов две ячейки по шесть секций. Сразу водичка в пулевелизаторе. Я вам рекомендую первые поливы осуществлять с помощью пулевелизатора, то есть поверхностный, чтобы когда только-только там какие-то росточки появляются, еще что-то, их не травмировать большим потоком воды. А вот мелкодисперсным распылением самое оно будет. Далее еще у меня здесь рядом с грунтом лежит такая заправка для рассады в грунт. Буду пользоваться, как видите, второй раз всего. Покупала в фикс-прайсе всего за 27 рублей. На самом деле, мне кажется, что это зола. Может быть, еще с чем-то. Потому что, ну, выглядит очень похоже на золу. В принципе, это неплохо. Пока по эффекту сказать ничего не могу. Высадила буквально тоже рассаду на днях. Тоже цветочки, тоже петунии, но такие обычные, стандартные. Люблю я петунии, они хорошо растут на балконе. И, в общем-то, не сильно прихотливы. Что ж, давайте теперь поподробнее покажу наших претендентов сегодняшних на пересадку. Хочу начать со своих старичков. Вот это растение у меня тоже, как видите, немного было погрызано котом. Но дало росточек. Хочу пересадить его полностью. Во-первых, горшок, мне кажется, маловат. И можно сюда что-то поинтереснее придумать. И хочу, в общем-то, пересадить. Наверное, сегодня это наконец-то сделаю. Старичок и тоже пострадавший от зубов моего кота. Такой как тусеныш. У него мягкие колючки, чем мне очень нравится. И видите, у него новые побеги прям пошли-пошли в рост. И не знаю я, что сделать с такими растениями, честно говоря. Потому что оно как будто бы выбивается из общей картинки. А с другой стороны, ну что теперь, не обрезать же их. Оно так развивается, так растет. Будем смотреть. В общем, дам я ему шанс в эту жизнь. Пусть он как-то реанимируется, реабилитируется, нарастает дальше. А потом, конечно, посмотрим, как будет выглядеть и себя вести. В общем, не знаю, конечно, что делать с этими поврежденными растениями. Потому что мне их жалко. Но вернуть им былой вид я уже никак не смогу. Время отмотать назад и спрятать от животного своего. Да и выбросить тоже мне жалко. Оно же все-таки живое. Немножко выглядит, конечно, из-за этого неаккуратно. Но ничего, ничего. Посмотрим. Далее. Вот такое растение. Возможно, даже можно прочитать, как это называется. Гастерия минор. По-моему, так, да. Похоже на какие-то язычки. У него очень плотные месистые листочки. Очень меня такое привлекает. Да, тебя тоже. Ну и расцветка приятная. Такая двухцветная. Полосочками, мне кажется, должно смотреться достаточно симпатично. Так, дальше у нас вот такое растение. Здесь три стволика. Можно их разделить. Не знаю. Возможно, я их рассажу. Возможно, оставлю вот так. Три рядышком. Не знаю. Похоже мне на алое. Опять же, колючки у него приятные. Не очень колкие. Наверное, потому что крупные смотрятся симпатично. Мне надо было в композицию что-то выше, чем остальные растения. И этот на эту роль, в общем-то, подходит неплохо. Будем смотреть, как и что я в итоге придумаю с ним. Очень лаконичное название суккулента. Суккулент. В общем, у него листочки, побеги, как подушечки. Мне постоянно хочется их трогать. Знаю, что делать этого нельзя. Вообще, при возможности, не трогайте растения руками лишний раз. С меня пример не берите. Они не очень тактильны. Этого никто не любит. Но вот такая вот радость в пятнышку. Он небольшой. По-моему, очень смешной и милый. Реально, листочки как подушечки. Ну и крайний вот у нас остался этот красавчик, который занимает больше всего места. Думаю, может быть, его отдельно посадить. Даже не знаю. Вот в эту кашпу голову. Надо будет подумать. Потому что много места. Видите, все равно забирает. Даже не знаю. Ну, сейчас примерим и решим. Ну что ж, осталось сейчас сделать примерную расстановку. Как это может смотреться в композиции плюс-минус. И, в общем, вернусь к вам. Надеюсь, что получится что-то симпатичное. Слушайте, ну пока решила так. Вот этот вот сюда встанет. А вот этот, к сожалению, в этот раз себе места не нашел. Наверное, пусть пока так и останется в этом отдельном горшочке. А вот для этого интересного кашпо я еще выберу какое-нибудь растение. Думаю, наподобие чего-то такого, чтобы был он у нас с такой пышной афропрической. Уже подготовила кашпо. Чуть-чуть его сполоснула водичкой. Первым слоем будет дренаж. Просто тонким ровным слоем. А дальше уже грунт. Специальный, как я и сказала. И нам понадобится еще освободить растения от их прошлых горшочков покупных. Поэтому рядышком я поставила мусорное ведро, чтобы далеко от всего не уходить и грязь всю не развозить. В общем, давайте начинать. Мне очень жаль, но, к сожалению, какая-то часть видео просто не записалась. Поэтому я повторяю, что сделала. В общем, я тонким-тонким слоем выложила дренаж. Маленькие камушки эти. И присыпала все сейчас грунтом. Это, в общем-то, все, что вы упустили. Грунт хочу посоветовать, потому что он очень приятный. Здесь есть и песок, и известковая мука. В общем, все, что необходимо для таких вот растений-суккулентов. И к тому же он очень чистый. Этот грунт мне за все время использования не попалось. Никаких веток, палок приобретала на Валберисе. И могу поделиться ссылкой, если кому-то это будет необходимо. Начну я по традиции, ну и, в принципе, по логике самого большого. И уже от него будем отталкиваться, сколько места он у меня займет. И дальше, в общем, по кругу будем рассаживать всех остальных пассажиров. Освобождаю от покупной упаковки. Как видите, он у меня просохший, сухой. Поливаю я его раз в 2-3 недели. И сейчас он у меня в сухом состоянии. Как-то особенно освободить его от прошлой почвы у меня не сильно получилось. Потому что плотный очень этот комок земляной с корнями. Решила я его лишний раз не тревожить. Пусть уже будет как будет. Как говорится, первый пошел. Вот так получилось. Теперь давайте высадим, наверное, второй. По величине вот этот. Как раз подумаю, как я его буду рассаживать и буду ли рассаживать. Но в первую очередь, конечно, нужно освободить тоже от грунта. Здесь попроще. Видно, что комок рыхлый. И мы сейчас лишнее все выбросим у него. Вот такая, видите, здесь красота. Намного, конечно, с этим проще работать. Решила высадить вот так в рядочек 3. Все равно мне их пришлось делить, конечно. Потому что они были в одном пучке. А так вот они, в принципе, стали рядочком. Теперь надо освободить вот этот. Здесь еще и камушки декоративные. В общем, надо как-то тихонечко это все собрать. И плюс ко всему, здесь грунт не успел просохнуть. Я его не так давно поливала. Так. Как-нибудь выцарапаем. Короче, его сейчас. У меня тут произошли некоторые изменения. В общем, я оставила один кустик вот такой. А два пересадила пока на первое время вот так. В принципе, выглядит тоже симпатично. Потому что поняла, что это слишком большой перегруз. Все эти сразу 3 колючки вставлять. В общем, пока вижу себе это примерно вот так. Продолжаю, в общем, заниматься этими грязными делами. Чуть позже покажу, что получится. У меня остался вот этот вот крайний. Похожий на язычки. Ну что ж, вот так получилось. Сейчас буду прикапывать камушками специально. Видите, оставила здесь побольше воздуха. Не так плотно. Там гораздо плотнее сидят растения. Потому что вот здесь новый побег. Вот там внизу новый побег. И эти еще тоже вырастут. Ну, к тому, чтобы у них было пространство для роста. Саккуленты специально и выбирают для таких кашпо. Потому что они очень медленно растущие. Но тут я прям вижу, что вот этот побег разобьется. Там разовьется. В общем, чуть-чуть им дала все-таки побольше пространства. Я за кадром пересадила цветок. Выглядит, кстати, симпатично. И достала камушки. Декоративные у меня есть серые. Такие блестящие побольше. Есть поменьше. И есть такие, как и в прошлом видео. В общем-то, я решила оставить их. И большое кашпо я сейчас засыплю такой же щебенкой. А вот этот вот небольшой хочу, наверное, вот этой, которая покрупнее. Я насыпаю прямо в совок и начинаю с самых труднодоступных мест к краям. Этот щебень я тоже покупала на Валбрисе. И тоже у меня осталась ссылка. Если что, дайте мне знать. Я с вами поделюсь. Ой, тяжело, конечно, не попасть на листья. Не перемешать это все с землей. И чтобы при этом вся площадь была ровно засыпана. Наверное, это сложнее, чем пересадить растения. Просто засыпать это все равномерно. Я уже все засыпала. Вам чуть позже покажу поподробнее. Сначала, чтобы уж закончить все земляные работы, я высажу свои петунии долгожданные. Затяну потом это все пленочкой. И создадим такой мини парничок, мини теплицу. Беру сейчас грунт для цветов и подкормку. Теперь нам это надо все хорошенечко перемешать. И буду заполнять ячейки. Я заполняю ячейки почти до самого верха, потому что у нас семена не прикапываются, а выкладываются просто сверху на грунт. А так я бы оставила, конечно, сантиметрик. И потом бы после того, как выложила семена, немножко их подкопала. Но в этом случае такого не требуется. Семена выглядят вот так. Они очень мелкие. Здесь их совсем немного. Вот здесь сразу две упаковки, а здесь вот одна. Затем я еще помечу, где у меня какой сорт вообще, чтобы не теряться, не путаться. У меня их два. Стараюсь, конечно, попадать в середину. Но не всегда это у меня получается. Ну и все. Теперь их куда-то в тепленькое место убираем. С момента посадки прошло буквально пару дней. И пока я монтировала это видео, у меня уже повылезала здесь какая-то мелочь пузатая. Видите, зеленые побеги. В общем, ничего. В схожести семена неплохая. Посмотрим, когда остальные все проклюнутся. И можно будет убрать пленку, поставить на какое-то теплое солнечное место. Вот что у нас получилось. Просто мало-мало-меньше. Это, да, пересадило. Аккуратненько смотрится. Ну и вот виновник торжества. А сверху их полила для того, чтобы убрать лишнюю землю, которая случайно попала между листочков. Вообще, на самом деле, скуленты не любят полив из поливилизатора. Просто, знаете, я стараюсь их лишний раз не брызгать. Вот только при пересадке. Буду благодарна, если оставите мне лайк и какой-то комментарий, потому что это очень важно для развития моего канала. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на меня, смотрите прошлые мои ролики, они интересные. И всем до скорых встреч. Пока-пока!